День в день, час в час, минута в минуту. Радиоболтком. Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте, вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон. Начинается программа «Добро пожаловаться». Сергей Сидорко, Айвер Гонтарев отвечают на ваши вопросы. Это председатель правления товарищества центра консультаций. Собственников квартир. Председатель кооператива «Бака-2». И также специалист по управлению обслуживающими компаниями Айвер Гонтарь. У нас осталось несколько вопросов с прошлого раза. Мы не успели ответить. С них, наверное, начнем. Но сначала я напомню, что телефоны прямого эфира 67212-93-9. 67213-93-9. И также номер WhatsApp, куда можно присылать ваши вопросы. 2-3-0-6-1-9-1. Значит, спрашивают. Добрый день. Как возможно контролировать или проверить, кто именно неправильно указывает показания счетчиков воды? Ведь видят поставщик, что в квартире потребление 2-3 куба на 3 человека. Но это нереально. А потом платят все разницу. Кто это вообще как-то контролирует? Спрашивает слушатель. Ну, тут в вопросе какая-то дусмысленность заложена. Кто как контролирует показания счетчиков, если есть необходимость, то домоуправление имеет право и, может быть, иногда и необходимость обойти и считать показания счетчиков. Но это касается показаний счетчиков. Если речь идет о том, что там невеально, что 2 или 3 или 1 куба или полкуба, ну, как это можно проконтролировать? Мы можем только посмотреть на показания счетчика и сравнить их с тем, что отчитывался человек. Если счетчик исправный, опломбированный, и на нем показания соответствуют или близки к отчетным, то дальше это уже вопрос интимный. Кто сколько воды льет? Ну, то есть проверить показания счетчика в самой квартире вообще реальное? Да. Да, есть возможность. Законом и нормативами она предусмотрена. То есть не получится так, что... Олег, ну, понимаете, человек пишет, что 2-3 куба – это нереально мало. Но я не знаю, что такое нереально мало или нереально много. Мы смотрим на показания счетчика. Если человек отчитался 100 кубов, и мы приходим... Ну, показания счетчика в 100 кубов на какой-то момент, мы приходим, и там 102 куба, ну, скажем, в межотчетный период. Вот что я могу ему сказать? Ничего. Я зафиксирую, что у него 102 куба, а много он вылил воды или мало – это дело индивидуально. Следующий тут вопрос, достаточно сложный. Т.е. Пишут, что был куплен гараж во дворе дома. Дом... ну, двор и дом принадлежат товариществу, а вот гараж товариществу не принадлежит. И вдруг товарищество решило поставить ворота при въезде во двор. Эти ворота были поставлены. Ключ от ворот хозяину гаража отдавать отказываются. Хозяин заехать или зайти через эти ворота во двор не может. В этой ситуации уже хозяин предложил членам товарищества купить его гараж, но они покупать гараж отказываются. Что делать и какой выход из этой ситуации? Эта ситуация длится уже год. Ну, и дальше пишет человек, что гараж в плохом состоянии, но даже отремонтировать его невозможно, потому что владелец гаража не может даже войти во двор. Туда и ворота, скорее. Нужно смотреть по документам, так как обычно, скажем так, эти гаражи, они действительно появлялись чуть-чуть там по-другому алгоритму, как дома, и у них чуть-чуть другой статус юридически чистый. И там насчет гаража должна быть ретутная дорога к доступу к ней. Могли быть всякого рода исторические ошибки, да, но тогда владельцу гаража, к сожалению, если на земле этого жилого дома в рубежном плане не обозначен, что там есть ретутная дорога, тогда он должен поднимать, к сожалению, иск насчет вот выстроек, не выстроек, а пути доступа по сиритутной дороге к своему гаражу. Да, и любой суд это подтвердит. Так что если нормально не может договориться, тогда вот, к сожалению, так. С другой точки зрения, если ставится какой-то барьер или еще что-то, какого-то рода ворот, техническое сооружение, которое требует какого-то рода обслуживания, да, тогда у владельцев квартир есть издержки за это. И, конечно, тогда было бы честно и справедливо, то тоже, как владелец гаража, что у него тоже есть доступ через эти ворота. Но если там есть техническое обслуживание этих ворот, там, грубо говоря, 15-20 евро за месяц, там, там, 1 евро или 50 центов, там, с такой же часть, как платит, например, один владелец квартиры, тогда бы он платил за это обслуживание, так как территория это общее, и таким образом она же и убирается в общем, да, и обеспечивается техническое обслуживание вот для доступа к этой территории, да. Ну, вот, с точки зрения справедливости, наверное, так было бы правильно. Ну, мы надеемся, что мы ответили на вопрос. Я смотрю, что кто-то нам еще собирается, пока печатает вопрос, пока еще дождемся, пока человек допечатает. Я еще раз напомню, что можно писать, присылать ваши вопросы письменно на WhatsApp 2-300-6191 или звонить в прямой эфир 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Ну, вот, смотрю я по новостям, а, вот пишут, спасибо за ответ, если, возможно, могу уточнить, что имелось в виду. Это не про гараж, это про воду, счетчики воды. Значит, физически, допустим, семья из человек, не знаю сколько, но никак не может меньше 6 кубов потреблять в месяц, а они указывают 1-2. Кто рассматривает эти показания, кто понимает, что человек скручивает показания свои личные, и у дома появляется нестыковка, за которую платят все остальные жильцы? Ну, давайте начнем с того, что значит скручивать. Счетчики назад не крутятся. Их там можно крутануть, но ограничено, а потом они выходят на все девятки и стоят нами. То есть, это немножко у человека, человек пытается озаботиться вопросом, много или мало выливает воды сосед. Ну, много или мало, а потом, что, заходить и контролировать, что, стоять с мерным инструментом около туалета и ванны, и каждый раз замерять, чем они пользуются. Еще раз отвечаю. Единственный способ, как можно проверить, это прийти и проверить, счетчики в исправном состоянии или нет. Опломбированные или нет. Если это опломбированные, если они в исправном состоянии, то в этом случае нет ли там обходных подключений. Если все это соответствует, то дальше судить о том, сколько человек выливает воды, нельзя. Потому что, на самом деле, есть семьи, которые употребляют очень мало, а начинающих спрашивают, как удается. Ответа, мы на работе моемся. И вплоть до того, что еще в бутылках несут, в 5-литровых бутылках несут воду домой. Такое тоже есть, я с таким сталкиваюсь. Люди с ограниченными финансовыми возможностями очень сильные команды. Поэтому в потребление мы вмешаться не можем. Мы можем только проверить состояние технической части и счетчиков. Хорошо. Ну, я здесь просто понимаю, что постоянно у дома какие-то нестыковки в показаниях, и получается, что там какой-то вот вроде недобор, который... Ну, много раз говорили, это, скорее всего, не злонамеренные действия людей, это согласованность с системой измерения. То есть она... Мы уже говорили, что это можно решать техническими способами. Устанавливать новые счетчики нового поколения с радиосигналом и бороться за небольшой процент погрешности. То есть, ну, общее собрание дома, принято решение большинством голосов... Установить новые счетчики с радиосигналом, когда можно считывать показания, и тогда, как правило, эта разница небольшая, потому что устраняются все случайные факторы, которые влияют на точность измерения по домам. Сегодня, вот, смотрю, в новостях предупреждают о сильном ветре, который достигнет вообще чуть ли не показателей бури и сильного ливня. Пока вот вроде бы смотрим, еще солнышко светит, но, тем не менее, вот ближе к вечеру говорят, что погода испортится. Вот, может быть, что, какие несколько советов хотя бы, на что обратить внимание, если вдруг у нас такие вот сильные порывы, буквально силы бури, как можно дом подготовить, какие вот слабые места, может быть, чтобы не случилось неприятностей? Трудно сказать, что можно сделать в доме, потому что в доме то, что есть, то есть, и если крыша не ремонтировалась, и кровельные элементы плохо закреплены, то ничего ты не сделаешь. В основном я бы советовал обратить внимание на, в первую очередь, на улицу. Деревья, состояние деревьев, окружающих дом. Автоводителям рекомендовал бы машины свои поставить так, чтобы на них что-нибудь не свалилось. В основном это. Трудно как-то сказать, что дальше. Как подует ветер, что может сломаться, я не знаю. Посмотреть еще раз, что у вас там на балконах размещено, да, что там лоджии, то же самое остекление лоджии, там вдруг какое-то окно не закрыто, ее как ветром раскроет, что она ничего не разбила, да. Автоводителям, да, там быть внимательным, если есть какое-то там подозрительное дерево, которое там шатковалок стоит, она может упасть, да. В том числе посмотреть наверх, есть ли какие-то много непонятных предметы на тех же самых балконах, да, чтобы ветер не зацепился, что-то не накинуло на ваш автомобиль. Ну вот такие элементарные меры предосторожности, да. Ну и в основном пешеходам тоже нужно быть готовыми, если порывы ветра, то там тоже могут быть неприятносты. Еще вот спрашивают, требуется ли отопление подъездов, поскольку, ну вот в подъезде люди проводят буквально в верхней одежде одну-две минуты, и стоит ли тратить деньги на отопление подъезда, как от этого отказаться и что делать в этом случае? Надо не забывать для начала о том, что внутренние стены подъезда – это внутренние, это наружные стены квартир. И отказываясь от отопления в подъезде, вы резко ухудшаете режимы отопления в квартирах, которые граничат с подъездом. Об этом нельзя забывать, потому что это не каприз и не прихоть устанавливать отопительные приборы в подъезде. Это делается для того, чтобы поддержать нормальный тепловой баланс в квартирах, которые граничат со стенами, ну и когда одна из стен, которых является стены подъезда. Это самое главное. Поэтому обычно, если мы говорим о пятиэтажном доме, то там стоит одна батарея, один радиатор на весь подъезд. Никого большого потребления тепла для этого не требуется. И вообще есть обогреваемые помещения – это подъезды и это квартиры. И их надо обогревать. А тут вот попытаться сэкономить – да, вы сэкономите, может быть, но фактически вы не сэкономите. Это тепло должно поступить в квартиру. Либо через наружные стены подъезда, либо в гораздо большем количестве изнутри согреть подъезд через стены квартиры. Так что здесь никакой экономии нет. Это неразумная мысль. А вообще вот, чтобы не топить зря подъезд, если он там продувается всеми ветрами, как утеплить его и вообще какие нужны для этого работы? Ну, чтобы подъезд не продувался, нужно, чтобы были окна и двери в порядке. Все. Нужно поддерживать, как написано в нормативе, чтобы окна закрывались плотно и двери закрывались плотно. Желательно поставить уже такие энергосберегающие конструкции, как окна со стеклопакетами и двери утепляют. Ну, потому что во многих подъездах стоят такие хлипкие или иногда даже вообще со стеклом двери. Ну, со стеклом это не дефект, но надо смотреть, есть ли там так называемые ветровые помещения, то есть там двойные есть двери с промежутком. Ну, я еще раз повторю, там единственное правило, которое здесь существует, это нормально плотно закрывающиеся окна, которые не пропускают в воздух, и это нормальные двери. Исправные. Не обязательно там что-то навороченное, просто исправные двери. У нас между тем есть звонок 67212-93-9. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос в дополнение по поводу гаража, который находится на территории Бедрибы. Скажите, пожалуйста, какой закон позволит узнать реквизиты собственника чужого гаража и на какой закон позволит выставить ему счет за обслуживание территории, которой он пользуется? В земельной книге вы можете узнать любого владельца поиска, чтобы понять адрес. А тогда какой закон позволит выставить ему счет? Закон вам не позволит выставить ему счет. Закон гласит о том, что тот, кто чем пользуется, тот за это должен платить. Это общие правила. Там нужно посмотреть сначала, какая у вас юридическая ситуация. Я так понимаю, вы звоните с точки зрения Бедрибы? Да, Бедрибы и у нас каменные гаражи, 12 штук. Из них 5 принадлежит дому, жителям дома, а 5 чужих. А тогда подождите, тогда уже интереснее, здесь уже у нас получается юридическая связка. Тогда посмотрите, пожалуйста, в изначальной земельной книге вашего дома, входят ли эти гаражи в состав вашего дома. Потому что если они входят... Входят? Да. Входят? Ну тогда вообще вопросов нет. Гараж, гараж, как нежилое помещение, юридически он считается такой же квартирной собственностью, как и все остальные квартиры. И вы можете выставлять все те же самые счета, которые вы выставляете владельцам квартиры. Они юридически абсолютно одинаковые. А в земельной книге кто имеет право запросить такую информацию? Любой. 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 Это просто платная услуга. Но если вы, например, сейчас в земельной книге есть специальная услуга, если вы заходите, вы можете в вашем доме открыть и узнать всех владельцев каждой недвижимости, весь список. Вы, в принципе, запрашиваете один список, вы получите полную информацию про всех тех, кто связан с вашим домом, всех владельцев. Там же должны быть обозначены эти владельцы квартир. Только здесь такой нюанс дальше идет. Например, у вас сумма обслуживания по квартирам или по тому составу, который входит в жилой дом, она в себе включает не только уборку территории, она также включает в себе уборку лестничной клетки. Но как бы по справедливости, если смотреть, тогда владелец гаража он никаким образом не пользуется лестничной клеткой дома. Также инженерных коммуникаций, все обслуживание инженерных коммуникаций. Как бы тех коммуникаций, которые в доме, он не имеет никакого рода реальное соприкосновение. Это понятно. Подъездные пути и уборка листьев тех же самых. Да, 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 да. Он же такой же владелец, как еще раз, квартиры, недвижимости. Да, недвижимость в этом случае законом прописывается, что нежилые помещения, там, подвальные, вот такие гаражи, чердак, они тоже считаются как квартирная собственность, да, по обслуживанию закона. Получается, что надо встречаться с конкретным владельцем гаража, предъявлять ему смету по уборке территории подъездных путей к этому гараже, а кто эту смету должен составить и как она нормируется кем-то? Ну вы как кооператив, как управляющих. Нет, ну можно же на эти пять гаражей поставить всю уборку территории, не распределяя, допустим, на остальных жильцов. Можно. Нет, ну так не получится. Есть какие-то правила, нормы, вот сколько можно с такого товарища взять за уборку территории? Нет, эту норму, я вам говорю, эта норма, это такая же доля, как любая квартира, да, столько же вы можете распределить на нем. Хорошо, а как вы, я понимаю, квартира, вы сами сказали, там подвалы, Я вам отвечу на ваш вопрос, очень просто. Вы берете общие затраты на содержание территории. Ну скажем, условно говоря, уборка там двора у вас стоит, ну, тысячу евро в месяц. И берете общую полную площадь квартир, в том числе площадь гаражей. Допустим, у вас тысяча квадратных метров все в сумме получается. Вот тысячу евро делите на тысячу квадратных метров, там один евро с квадратного метра имущества, собственности. То есть, если гараж там 20 квадратных метров, значит, вот, соответственно, вы на этот тариф умножаете. Так коммунальные протяжения считаются. Спасибо. Логика понятна. Логика понятна. Только тогда получается, что жильцов дома, которые имеют тоже гараж, мы должны взять двойную плату. Почему? Ну, если они сейчас как... Извините, вы с них берете плату отдельно за гараж, отдельно за квартиру. Вот, я про это и говорю. Это такой же вопрос, что если у одного владельца две квартиры, за него нужно брать за две квартиры, да. Вот, понятно. Поэтому мы никак и не можем согласиться. Завладельцы квартир платят за всю территорию, за уборку, и считают, что они убирают и перед гаражами. А пять гаражей, которые ни за что не платят, пользуются нашими услугами. Ну, понятно. Ладно, это надо выяснять еще более подробно, как решить проблему. Здесь нужно выходить на общий принцип, да. Потому что есть общая площадь, есть общее количество владельцев. И на них и нужно распределять те услуги, за которые они пользуются. Вот и все. Потому что если вы поставите, у вас сейчас уже есть вот те же самые издержки, 1000 евро, например, за уборку территории. Сейчас вы собираете их с 1000 квадратных метров дома, например, да. Если к этим 1000 квадратным метрам дома добавляться, например, 100 или 200 квадратных метров гаражей, это 1000 евро будет делиться уже на 1200 квадратных метров. То есть владельцы квартир за это, они получат меньше сумму. Им это будет выгодно. Понятно, да. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. А тут еще пришел вопрос на номер WhatsApp, 2306191. Значит, пишут нам вопрос к предыдущей теме. Насколько вот эти новые дистанционные счетчики защищены от манипуляций владельца? Интересуется. В определенной степени, да. В определенной степени эти счетчики чувствуют механическое, но умеют определять механическое и магнитное воздействие, и тут же подают сигнал. То есть если были попытки такого рода манипуляции, попытки механического воздействия на счетчики, или же это была попытка установить магнит, то эти счетчики тут же подают соответствующий сигнал. Не от всего, наверное, они могут защитить, потому что, как всегда, каждая хитрая вещь, есть еще более хитрые действия. Но, в принципе, они сообщили. Так что обмануть их достаточно сложно. Во всяком случае, сложнее, чем обычно. Я бы сказал, Олег, такую вещь, что все эти приборы не такие дешевые, люди принимают решения осознанно. Ну и смысл платить большие деньги за тем, чтобы манипулировать? Ну нет, так не работает. В принципе, там, где они стоят, это погрешно стоит стабильно, причем ты уверен в том, что у тебя внутренняя система учета в доме нормальная, если начинаются большие расхождения, а есть случаи, когда они начинаются, как правило, это уже не вызывается погрешностью домового счетчика. Там тоже надо, мы все время говорим о квартирных счетчиках и манипуляциях. Я могу сказать, что плюс-минус 10% к потреблению от домового счетчика колебания вполне возможно и весьма вероятно. Там домовой счетчик тоже свою лепту вносит очень хорошую. Телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Вот вопрос такой, кто отвечает за электропроводку в квартире, и кто должен ее ремонтировать в случае поломки? От счетчика квартирного все дальше в зоне ответственности собственника квартиры. У вас есть электросчетчик, и дальше за ним все, счеток и все остальное, и вся проводка внутри квартиры – это ваша зона ответственности. Ответственность в зоне собственника квартиры, он и должен поддерживать это в искровом состоянии. То есть самостоятельно принимать решение, что пора бы проверить ее, пригласить специалиста или во время ремонта? Есть норматив, который требует замерять сопротивление проводов, проверять нагрузку и соотносить установленные мощности электрических приборов с способностью твоей внутренней электропроводки вообще выдержать эти нагрузки. Это обязанность собственника квартиры. Звучит сложно, но на самом деле все достаточно просто. Но это обязанность собственника квартиры. А как часто нужно проверять электропроводку? Там, где есть газовые приборы, раз в 10 лет. 10 лет. Хорошо. Ну, надеюсь, что тоже ответили нашему слушателю. Если производится ремонт подъезда, спрашивают, кто платит за все почтовые ящики, кто их ремонтирует, это общим решением дома. Если решают заменить вдруг, постепенно они выходят из строя, я так понимаю, что там речь идет о том, что у кого-то они уже пришли в негодность и хотели бы заменить. Должен ли это делать каждый по-своему? Или это общая какая-то, ну, чтобы было красиво, выглядело, в доме принимается решение общим собранием? Это должно быть, скорее всего, с точки зрения эстетики и целесообразности, это должно быть общее решение, как минимум, подъезда. Подъезд сам по себе может принять решение о том, что он меняет свои почтовые ящики. Домоуправление при наличии решения о том, чтобы поменять и откуда взять деньги, совершенно спокойно меняет эти ящики, это не проблема. Но нужно делать это, конечно, по единому образцу, иначе это будет непонятно что. Ну да, то есть... Места в подъезде для размещения почтовых ящиков достаточно ограничены, и там индивидуальное решение весьма сложно реализовать. Ну, а вообще, вот почтовые ящики, если там кого-то не устраивает, не знаю, там, объем почтового ящика, величина этой прорези, ну, какие-то там такого рода, куда идти жаловаться, с кем согласовывать? Как-то немножко странно звучит вопрос, извиняюсь, конечно, потому что это стандарт, это почтовый стандарт. Для почтовых отправлений, которые распространяются, или которые предназначены для того, чтобы попадать в почтовый ящик, то там все эти параметры, которые вы сказали, они определяются почтовым стандартом, и проблем нет. Бандероль там толстую, никто же запихивать не будет туда. А почтовые отправления, письма, газеты, журналы, небольшие посылки, все это туда попадает. Я не сталкивался с такой проблемой. А каким образом вот попадает в почтовые ящики спам, там, кто его разносит, и как от этого избавиться, вот если можно, есть ли какие-то прецеденты, когда там можно попросить нам тех же самых почтальонов, которые иногда приносят спам, не делать этого? Вряд ли можно попросить тех людей, которые растаскивают спам, не делать этого. Это их работа, и они там отчитываются. Остановить это я не знаю как, потому что эти товарищи проникают в любые защищенные подъезды достаточно легко. Каким образом, не знаю. Но единственное, я сам на личном опыте в свое время распространились наклейки, наклейки такие на почтовый ящик, прошу не бросать мне спам. Я такую наклеил, как-то сработало. Перестали? В мой ящик не кидаю. То есть, в принципе, такого рода наклейки можно поискать, или там заказать, или приобрести, или самому изготовить? Попробовалось. Но, понимаете, пока разрешено этот спам таскать, с ним бороться очень сложно. Ну, вот мы как раз перед выборами тоже, ну, испытали на себе огромное количество всевозможных рекламных буклетов партии, газет, которые там запихивали, очень часто просто там, ну, если человек в отъезде или там не следит, буквально этот ящик переполняется. Иногда можно выбросить вместе с этим какую-то ценную корреспонденцию, которая попала между этими ну, с спам письмами. Неудобно, но безадресная реклама у нас не запрещена. Да, да, так интересно было, получается. Я же сравнил с спамом на e-mail, да, то есть у меня есть возможность отписаться, чтобы мне больше не высылали. Да. А в ситуации с почтовым ящиком мне неоткуда отписываться, как бы получается. да, и ну, как работникам почты или кому там, кто распространяет, им за это платит заказчик, да, тот, который вот политические партии, какие-то коммерсанты, да, они платят за распространение там определенных адресов. И здесь такое тоже вот, ну, вот такая непонятная ситуация, где мне как получателю нет возможности отписаться от спама. Ну, вот у нас в подъезде поставили рядом мусорный ящик, куда, ну, сразу вот люди вытаскивают этот спам и бросают, ну, чтобы далеко не ходить, ни в руках не держать, прямо в этот же ящик. И практически видно, что, конечно, что вот одинаковые эти все газеты, они заполняют этот ящик, вряд ли кто-то берет их с собой. Ну, тут ничего не сделаешь. Это, конечно, безумная трата ресурсов, потому что это бумага, это оборудование, это труд. Все это эффективность, я не знаю, но, наверное, маркетологи знают, какова эффективность этих рассылок. Но меня другое волнует. У нас везде вот в моем кооперативе кодовые замки. Я ни одной фирме по распространению спама коды от кодовых замков не давал, а у них есть. Ну, подработка, Сергей Почтальонов, продажа кодов, продажа кодов. Они с почтальонами не связаны, я специально интересовался. Они с почтальонами не связаны, почтальоны там, это конкурирующие такие сферы. Достают. Достают откуда-то правдами, неправдами, откуда-то выкрадываются эти коды. В наше время, где доставка еды и так далее, я думаю, в городе есть уже общая база данных всех лестничных кодов и все остальное. Возможно. Да. Но это, опять-таки, те данные, которые не должны обмениваться фирмой между собой. Ну, то есть, получается, что да, где-то происходит черный рынок информации, куда распространяют эти... Ну, и, соответственно, что это немножко не... Ну, действительно, жильцов должно напрягать из-за того, что получается, что эти коды, которые должны защищать их, они попадают в посторонние руки. Так, а тут еще пришел нам вопрос. Есть ли закон или постановление Кабинета министров о том, что управляющие компании обязаны открыто публиковать для жильцов данные о накоплениях на ремонт их дома? Правда ли, что вот такое постановление есть? И если да, то с какого года все это началось? С 2014-го, когда был принят, если не ошибаюсь, закон об управлении жилыми домами, там четко написано, что раз в год управляющий должен отчитаться о состоянии расходования финансовых средств дома. Должен ввести отдельный учет и должен ежегодно публиковать эта доступная информация, она должна быть. По крайней мере того, что касается накопительного фонда, совершенно точно с эксплуатационными расходами, там ситуация по-разному бывает, но в принципе, в принципе, накопительные деньги, это деньги дома, и они должны быть учтены на отдельном учете, должна быть опубликована сумма состояния на начало года, на конец года, поступление в течение года и отчет по расходу. Это должно быть, это определено законом о управлении жилым фондом, и там есть соответствующие правила Кабинета министров о ведении дела дома, и сейчас вообще вся эта информация публичная, она должна быть размещена в бисе, в информативную систему, то есть вообще публичная. Для каждого собственника, там он может, создается сейчас электронная база, где ведется дело дома, финансовые отчеты, это является одним из разделов дела дома, и каждый собственник может зайти и это посмотреть. Но именно собственник, то есть чужие не могут... Ну, там же содержится чувствительная информация, в том числе. Но собственники могут, да. А, собственно говоря, какой интерес у постороннего прохожего к тому, как расходуются деньги дома? Это все равно, что я сейчас начну интересоваться расходами чужой семьи. Так, у нас вопрос. 6, 7, 212, 93, 9. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Я подал заявление, что у нас в подвале трубы, а для отопления они не утеплены там. Там и лишние трубы тоже. Ну, ремонт делали, до конца не довели. Лишние трубы, даже конвекторы, как три стоят. Ну, месяц назад подал, а ничего не поменялось, ничего не начали делать. Вот как быть, это один вопрос. Второй вопрос по этим накоплениям, я не понял. Там две, две позиции. Одна, как бы, на ремонт, а вторая, как бы, на, на обслуживание, так. Вот эти, на ремонт, так понятно, это можно использовать на ремонт, да. А на обслуживание, это что у нас, значит, вот объясните мне. На счет вашего заявления, ну, наверное, вам должны, если нормальная практика, хотя бы должны были бы ответить, принято ваше заявление, когда будут устранены, обоснованы, не обоснованы, и когда будут устранены. Так комментировать дальше очень сложно, какие планы у тех, кто вел или не довел ремонт, по какой причине, ну, здесь сложно сказать. А относительно обслуживания, но есть такие, есть в законе об управлении жилым фондом, есть часть, шестой пункт, часть вторая, где четко сказано, что, что является необходимыми издержками при содержании живого дома, необходимыми действиями, ну, и, соответственно, издержками. Это в обслуживании обычно включаются расходы на санитарную уборку дома, туда включаются расходы на текущее техническое обслуживание и поддержание дома в техническом исправном состоянии, туда включается администрирование, бухгалтерский учет, администрирование, которое состоит из руководства персоналом, и плюс к этому это составление всевозможных планов, обследования и так далее. Мы, грубо говоря, такие две. Такие составляющие туда входят. То есть, это текущая работа дома управления, оплата текущей работы дома управления. Обследование, осмотры зданий, поддержание, коммуникация в рабочем состоянии, выставление своевременных счетов, оплата счетов подоголовок. все, все, спасибо. Я тогда отключу человека. Да, ну и, наверное, уже, ну, у нас буквально осталась одна минутка. Насчет включения отопления, вот я слышу слухи, что в основном планируется где-то по городу начинать с 10 октября, а вот как у вас, Сергей, в вашем кооперативе, когда планируется... Мы начинаем завтра. Уже завтра? Мы подключаем завтра и по прогнозу погоды вроде бы еще можно было бы потянуть, но надо учитывать, что 3-4, что неделю примерно надо на запуск системы отопления. То есть, мы сейчас подключим и, во-первых, погода нестабильная, отопление будет при 14 градусах будет отключаться, во-вторых, все-таки за летний период появился в системе воздух, еще какие-то могут быть локальные проблемы. Поэтому 3-4 дня на дефектацию протопим, потом переведем на пониженную визу. Понятно. Но уже пора. Тут уже тянуть дальше не особо. Ну да, потому что уже как-то в квартирах в основном все сидят так в свитерах и кутаются в теплое одеяло. Ну что же, спасибо огромное. Председатель правления Товарищества Центр консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко и специалист по управлению домохозяйствами, включая РНП, Айвар Гонтарев отвечали на ваши сегодня вопросы. Огромное спасибо нашим экспертам и до следующего понедельника. До свидания. Радио Болтком.